В исследовании было показано, что эффект фисташек был намного сильнее, чем эффект миндаляй, приводил к увеличению количества потенциально полезных бактерий, продуцирующих бодират, которые улучшают метаболизм организма. Сопоставимые результаты были продемонстрированы в ходе другого исследования по кормлению людей с аналогичной первоначальной гипотезой, но в течение гораздо более короткого периода вмешательства, всего лишь 18 дней. Влияние потребления фисташек на состав микробиота кишечника снова было намного сильнее по сравнению с потреблением миндаля. Был сделан вывод, что миндаль и особенно фисташки могут влиять на состав фекальной бактериальной микробиоты. В исследованиях как на органах, так и на различных животных анализировали пребиотический эффект и ферментационные свойства сырого и жареного миндаля, а также семян миндаля и кожуры миндаля. Как сырой, так и жареный миндаль продемонстрировали потенциальное пребиотическое воздействие на кишечные бактерии и метаболическую активность, продемонстрировав стимулирующее воздействие на фекальные виды, такие как лактобацилус и бифидобактериум. Значительное увеличение численности бактерий, бифидобактериум и лактобацилус также можно наблюдать в образцах фекалий в результате употребления как сырого миндаля, так и миндальной кожуры. Однако дети, которые потребляют 45,5 грамма миндаля или эквивалентного количества миндального масла в течение трех недель, не изменили микробное разнообразие кишечника. Но в другом исследовании обнаружили значительные изменения на уровне типа и рода, когда давали двойную дозу миндаля. У человека обнаружили, что миндаль значительно модулирует микробиоту на уровне типа и рода и увеличивает относительную численность продуцентов ботерата, но не количество продуцентов лактата. Также было обнаружено, что миндаль изменяет микробиом кишечника только на уровне рода. Одним из заметных различий между двумя исследованиями миндаля была доза миндаля, потребляемая каждый день. 85 грамм в день против 42,5 грамм в день соответственно.